всем привет сегодня хочу поговорить о таком сервисе на амазоне как green grass неплохой сервис в целом для аранжировки вашими а ведь и устройствами и компонентами которые будут на него загружены в целом я протестировал на разбери пай на версии 3 4 и даже на зеро я ставил это green grass и в принципе очень даже неплохо работать сервис суть сервиса такая что вы в консольной панели своего аккаунта amazon конфигурируете приложение компоненты к этому приложению и периодичность там выпуска новых версий контроль и конфигурация этого разворачивания на на количество устройств на группу устройств то есть вы можете через этот сервис сделать максимально максимально упростить себе жизни в целом для того чтобы вы могли конфигурировать ваши айти устройство вот я сегодня хочу поставить green grass самого нуля на разбери пай 4 версия 4 гигабайта я сюда подключил еще камеру то есть мы сейчас поставим с нуля разбери пай с загрузим минимальные зависимости для работы с green grass поставим в панели консольной панели амазона необходимые компоненты для работы green grass и запустим там тестовое приложение прямо с документации как она есть и в целом я покажу что на самом деле это очень просто используя сервисы амазона ничего страшного в амазоне нет такого и в целом облачной технологии упрощает нам только жизнь да кто-то думает что это дорого если на не обращать внимание и забросить компоненты инстансы и какие-то сервисы чтобы они работали в режиме постоянной работы конечно вам придет там счет больше носит к этому нормально подойти и в целом отслеживать ваши затраты работу ваших сервисов и использовать это все с умом то в принципе облачные технологии и вычисления конкретном случае амазона я больше больше углублен в амазоновские сервисы чем google клауд и может быть другие там обеем еще есть вот поэтому сегодня покажу на примере сервиса айти амазона айти и сервиса greengrass мы поставим с нуля то что я вот сказал разбри по us запустим необходимое поставь необходимой зависимости для работы greengrass core то есть это ядро основное на котором в которой будут деплоиться все приложения с вашей консоли вот естественно сделаем по умолчанию загрузку greengrass а через системный сервис чтобы как только выпадали питание на ваше устройство допустим оно там одно устройство у вас за 100 километров стоит главное чтобы у него было питание доступа в сеть другое допустим там у вас рядом вы хотите одновременно чтобы ваше приложение разворачивались то есть это все можно сделать за счет сервиса greengrass амазона вот поэтому давайте с приступим я щас максимально подробно сколько это возможно покажу и там делать выводы нужен вам такой сервис нет поэтому поехали отлично давайте подготовим нашу карту для разбри по этому давайте сейчас съед форматируем я использую с деформатор в принципе довольно популярная толузовина она есть и под windows и под linux и под mac вот давайте форматируем sd так далее я использую так далее я использую разбри по еще они и менеджер выпустили может быть уже даже есть более новая версия принципе использовать пока еще 16 так sd карта готова sd форматор нам не нужен если вы под маком то сделайте комбинацию shift command x у вас есть advanced options откроется такое окошко и здесь вы сможете в принципе сразу же ваш загрузчик который как только поставить sd карту в разбри по и он сможет применить конфигурацию включить ssh имя пользователя который вы зададите вай фай сеть это нужно для того чтобы в принципе вы смогли подключить разбри по и и не думать о том что вам нужно переходники на монитор либо клавиатура дополнительно у вас есть включенный изначально режим ssh у вас есть имя пользователя пароль пробита либо вы и public key можете авторизировать сразу же с своим лапптопом либо персональным компьютером с чего вы это все делаете ну и соответственно конфигурацию вай фай сделайте с сойди и пароль соответственно это минимально и этого уже достаточно для того чтобы через ssh можно было зайти и сделать необходимой версии там апдейт разборепай поставить какие-то вещи разборепай но наша цель сделать edge device поэтому мы сейчас вот как раз этими вещами сейчас займемся у меня здесь уже принципе все настроено здесь довольно просто все по одной фразе конфигурация вай фай ваше имя сети ваш пароль использовать пароль и нотификации я буду использовать его не буду сейчас привязывать ключик включить ssh и я выключаю оверскан мне он принципе не нужен скорость загрузки будет быстрее происходить маленький вот это сохраняем выбираем операционную систему для гринграсса мы будем использовать полноценную rpa с раньше на разбиан называлась там насколько я помню сейчас они там ребрендинг произошел у них они ее разборепай вас назвали окей выбираем storage тот который мы только же отформателем и запускаем заливку на нашу sd-карту все я здесь вскоре сейчас чтобы все это вы не ожидали и дальше вернемся к уже тогда когда на sd-карте будет операционная система под раз при разбори по его с мы зайдем уже на разбори по через иса саша сделать необходимые вещи для гринграсса так продолжаем у нас на sd-карту разбори появилась залилась я уже поставил ее разбори пай малинку включил ее мне не нужен монитор нужны мышь клавиатура меня она подальше стоит потому что охлаждение стоит еще на разбори пай 4 версии 4 макикабайта между так я уже просканировал какой пи адрес ее она у меня где она у меня висит в сети соответственно дальше открываем терминал коннектимся к нашей пай до добавить так есть окей все разбори пай у нас работают единственное сейчас нужно будет 1 и конфиг нам нужно будет включить в интерфейсах камеру нам нужно будет включить дисплей общем друг мы будем использовать венсе разрешение то что монитор никогда здесь еще не подключался к этой разбори пай допустим будет такое разрешение и соответственно нужно будет включить так спинт пока мы не будем делать в этом сделал оптимизацию кое-какую разбори пай вас и потом можно будет сделать но и соответственно своп если нам потребуется что-то белый хотя думаю на разбори пай билдить что-то это так но наверно все финиш она попросит работнуться да все работнулась все пока малинка перезагружается переходим нашу консоль а в с а нам нужно будет зайти в категорию green grass core devices и нам нужно будет создать девайс и фактически поместить его в группу двойцев помещаем сюда давайте назовем его как-то гринграсс пусть будет соответственно гринграсс групп так дальше здесь уже идут инструкции мы сейчас не вернемся пока на этом все что-то наша малинка есть отлично так нам нужно будет скачать сейчас гринграсс для девайса нам нужно будет создать группу пользователей мне пользователя и алиас для этого пользователя нужно будет создать для того чтобы в принципе через эту группу пользователей мы потом смогли всякие полисе генерить и давать права тем или иным сервисам которым будем гринграсс включать в наш деплой то есть мы захотели что-то сделать для наших core девайсов которые где-то там пусть даже по всему миру стоят у них есть ядро core девайса это виде сервиса это все запускается то есть малинку вы подключили сервис запустился и уже с консоли амазона вы можете управлять самим приложением то есть вы можете фактически создавать абсолютно любое приложение главное чтобы в онлайне ваши девайсы все были и на них можно было загрузить обновление вот поэтому сейчас мы переходим к созданию необходимых условий в самой консоли поэтому нам нужно будет поставить проинсталлировать все что связано с зависимостью для гринграсса на рпи нашему распри пай нам нужно будет поставить чтобы менеджер потока у нас работал gdk джо чтобы у нас было и в принципе потом запустить инсталлятор для того чтобы все то что мы в консоли создали все что у нас есть в гринграсс ядре у нас связалась и наш наш девайс как независимость айти устройство уже работал и коммуницировал сервисом а в сайте конкретно с подсервисом гринграсс ядром вот поэтому сейчас я перейду на страничку пошаговых инструкций всех я быстро все это сделаю как только закончу мы потом пройдемся я покажу все чтобы на каждом шаг не не останавливаться потому что займет довольно много времени так оказалось на самом деле все гораздо проще и быстрее видимо изменения произошли в установщике гринграсс второй версии я пользовался первая сена вторую когда перешел там были кое-какие танцы с бубнами и приходилось задерживаться на несколько на некоторых этапах поэтому первое я в принципе все уже поставил единственное сейчас и обдает уже даже поставились мои зависимости вернее перед тем как начнете установку зависимости есть предложение когда вы создаете кордевайс вот на шаге кордевайс то есть то что я уже создал час я объясню и расскажу на чем на что нужно обратить внимание так при установке в принципе вот здесь на этом шаге вы выберете имя девайса имя группы девайса и вам сгенерит несколько ссылочек которые нужно будет скачать я их нашел в документации в принципе потому что как-то привык уже с документацией работать амазона первая ссылка фактически вы скачиваете с репозитория ядро гринграсса то есть все эти зависимости jr файлы и так далее а потом в принципе запуская через вот вот эту команду всю вы создаете все необходимые скажем так полиси сертификаты группы и пользователя в самой консоли авеса то есть фактически на первом шаге вы здесь будете устанавливать дадите access кейс и секрет кейс того пользователя который вы создали у себя в консоли допустим я создал себе там админа который будет админ гринграсс я его назвал вот и я сгенерил вот эти секрет кейс и сгенерил access кейс и соответственно я их запустил на кордевайсе то есть на нашей малинке следующим этапом я почему-то думал что придется мануальный режим использовать но все поставилось в автоматическом режиме в принципе все нормально работает так вот когда вы будете создавать кордевайс в гринграссе сначала поставьте рекомендую джедек а то есть я вам даже вот ссылочку эту предоставлю вполне рабочая и если хотите конечно засидеться и мануально все поставить можете мануально гринграсс поставить но очень быстро получилось все поставить все зависимости подтянулись и группа пользователей смогу гринграсса подтянулась для кордевайса для малинки вот я это все поставил он давайте 11 версия до 11 стоит и соответственно команда которая будет последняя которая создаст привяжет регион создаст имя вещи вот этого кордевайса который вот сам сам верху вот если мы сейчас его подредактировать здесь допустим соответственно аргумент тоже изменится смотрите видите аргумент тоже изменится то есть это такая интерактивная страничка все что вы сейчас введете здесь вам сконфигурирует готовые с аргументами строку которого можно будет запустить команду который нужно будет запустить вот запускайте смело ее она ставится и в принципе в результате выдаст вот такую строку сейчас покажу ее в ну вот что в секс с фоли что все все окей как все проконфигурировалась у вас создадутся роли необходимая алиас для этой роли полисе создастся имя вещи создастся групп группа извиняюсь для вещей для этих создаться но и сама вещь в айти кори у вас будет уже готова регион естественно тоже пропишем пропишется то есть вот эта команда нормально работает я не только что проверил вещь у меня есть все возвращаемся в кордевайс вот уже у меня все здесь работает служба greengrass работает на основе системной службы в под линуксом поэтому вот я здесь сразу же себе сделал такую штуку что я по умолчанию greengrass сервис я его запустил и он у меня будет по умолчанию работать и как только моя малинка запускается а дебо там не было только питание на нее подали есть доступ в интернет и соответственно служба у меня работает служба активно я ее запустил поэтому я знаю что если я перезагружу свой свой айти устройство как только она запустится операционная система это в сервис будет работать рабочий но в принципе это понятно не буду остановиться на этом можете сам файлик службы не редактировать в принципе greengrass при запуске команды в этой команды он в принципе вот вот а вот извиняюсь этап сервис систем сервис true если вы поставите он и создаст этот файлик и по умолчанию ее сделать но я на всякий случай еще раз запустил команду enable которая говорит о том что служба greengrass будет запускаться автоматически при загрузке системы окей с этим все greengrass работает можете даже допустим там не буду сейчас растягивать но в общем она она есть уже в службах она уже висит как процесс и работает следующим этапом нужно будет протестировать работу в целом ядра greengrass а и для этого нам нужно будет поставить какие какие зависимости для компонента который вы хотите задеплоить я взял вот за основу прям вот из документации и сейчас не будем создавать авэс лямбды не будем создавать и никакого проекта лично чтобы это не рассеялось мы сейчас запустим самый простой классификацию тфлайт тэнзерфлолайт моделька которая классифицирует изображение которое будет в конфигурации убит а вот я уже поставил эти зависимости на компоненте сейчас я остановлюсь и мы принципе в этом все вот в реалтами сделаем это все суть следующая вы в консоли авэс а в категории greengrass в извиняюсь в сервисе а вы стоите в категории greengrass выбираете компоненты и у вас есть возможность либо создать свой компонент просто покажу мы сейчас делать этого не будет либо с лямбда функции которую вы можете допустим там выбрать ту лямду которую те лямды которые у вас уже есть это совершенно другой сервис лямбда авэс лямбда вы в нем пишите на любом доступном языке который лямбда сервис поддерживает там по моему много пайта начиная 3.6 до 3.8 даже до 3.9 но джиэс джава и так далее вот но мы сейчас не будем создавать компонент мы возьмем публичный компонент который есть в вкладке паблик компонент переходим сюда и у нас здесь вот есть количество таких компонентов можно поиском воспользоваться пока вот в моем регионе показывают 39 доступных компонентов для службы greengrass соответственно мы возьмем из тутора вот тф-лайт имидж классификация сразу сверху вот имидж открываем ее то есть компонент открывая можно почитать какая версия компонента можно перейти там на другую версию если захотите они действительно меняются эти версии дефолтная конфигурация которую тоже можно будет потом поменять или при до деплоя можно будет изменить на все core девайсы и зависимости которые входят вот в состав этого компонента который вы будете деплоить ну и соответственно там архитектура какая вот ну и в целом скачивать разворачивать какой файл необходимо будет это вся внутренняя кухня этого компонента она фактически вот сейчас мы за нажимаем деплой я выбираю свою доступную скажем так это вот деплоймент группа для ваших core девайсов то есть через нее вы будете там деплоить на группу девайса например я там назвал ее вот таргет групп у меня гринграсс группы рп если я там создам еще до старта появились у меня девайсы допустим джетсона на в либо там tx или еще что-нибудь какие-то девайсы я также для них создал группу пользователей алиасы политику безопасности и соответственно группу для в коров найти группу для этих девайсов ну и соответственно я хочу деплоить допустим какое-то приложение на в одну группу какое-то приложение в другую группу ну это логично соответственно я выбираю здесь ту группу девайсов которые я буду это все деплоить самая важная штука вот здесь убедитесь что у вас все зависимости поставились у вас гринграсс на курдевайсе работает да кстати проверить пока мы здесь как можно убедиться в том какая версия у вас стоит гринграсса вот есть такая команда 24 по моему меня стоял на 24 вот сейчас в корне туда и запускает что у нас здесь гринграсса дальше и так далее то есть запускает жар файл и окей двигаемся дальше компонент остановились на компоненте идем дальше компонент как мы назовем deployment наш deployment конкретно deployment для гринграсс групп рп ну пусть будет так пока здесь ничего ничего не трогаем ну по моему документация тоже об этом да ничего особо не говорит что нужно так это через силой мы пользуемся в веб-версии консоли да здесь никаких изменений не будем делать идем дальше вот на этом шаге выберите компоненты вам по умолчанию выбирает компонент тот который выбрали и подтягивает еще дополнительно компонент вот в котором есть вот эти зависимости что мы смотрели на предыдущем шаге при создании при выборе публичного компонента вот соответственно идем дальше здесь выбираем компонент который мы сейчас захотим деплоить то есть можем нажать конфигурации и посмотреть вот тот список ну те вещи которые будут выполняться кордевайсом то есть какой ресурс что за изображение в нашем случае это распознавание классификация нашем случае на классификация да вот эту ссылочку еще скопирую она потребуется для анкетите клиента чтобы подписаться по этому топику и посмотреть что вы видит что отдаст кордевайс по этому топику вот я здесь ничего не буду править хотя в принципе можно здесь интервал изменить интервал меняется таким же образом то есть мы убиваем интервал вот сюда и мержится эта конфигурация к этой конфигурации к дефолтной конфигурации то есть меняется то есть вы здесь не сможете редактировать ничего мержится то что вы внесли конфирмится и деплоить и так таким образом вы фактически можете деплоить ну там чуть ли не каждую минуту те вещи которые вы тестируете это все автоматически будут сразу же загружаться на все ваши кордевайсы и применяться то есть будет служба запускаться запускаться нужной зависимости и работать приложение greengrass ok я здесь ничего не буду менять интервал можем даже немножко позже изменить посмотрим как это будет работать окей запускаем дальше здесь да можете посидеть посмотреть здесь в принципе интересные вещи в относительно тайм-аута как это будет работать периодичность при каких обстоятельствах нужно закрывать приложение и так далее по умолчанию все оставляем далее next и принципе это вот summary того что будет сейчас деплоиться вот вот тайм-аут 60 секунд каждый 60 секунд вот та конфигурация которая только что была на предыдущих шагах на предыдущем шаге она будет применяться приложение и приложение будет работать то есть каждую минуту классификация надо происходить деплоим отлично и кстати по поводу деплоя можно вот есть такая команда сразу же мы час на кордевайса нашим запустим и вот сразу видно как на малинке удаленно меня происходят запуск необходимой зависимости и происходит это самая классификация но и соответственно вот то что мы подписались на тот топик вот он что у тебя классификация вот так вот так теперь вот как раз документация об этом нам принципе говорит переходим в тестирование mqt клиент внутренний то есть мы сейчас давать шедов не генерили ничего не делали вставляем тот топик на который подписаться нужно здесь 100 и подписаться единство данный интервал нужно было выбрать поменьше потому что процессы есть интервал наверно да но я поспешил нужно было покороче чтобы чаще выводилась информация подписались и по идее оно должно нам вывести вот следующую информацию то есть там штамп вывести дата время там и так далее что это за тип классификации изображений там предикции вывести какой-то и киросе вывести ну и что на этом изображении он принципе найдет так в консоли ну да подписались соответственно давайте подождем и полгода не прошло до с интервалом были проблемы на самом деле вот я не менял пока что дождался все вывелось сейчас я просто поправлю интервал и повторно сделать deployment чтобы она гораздо чаще это все выводилась вот в принципе таким образом работает приложение greengrass в целом вообще вот структура приложений на основе greengrass а то есть вы выбираете компонент либо создаете компоненты вас есть некое ядро greengrass на ваших core девайсах то ли это малинка то ли джетсон нано и указав ваши девайсы в вашей консоли амазона вы таким образом можете манипулировать приложениями и теми вещами которые вы хотите отслеживать за счет девайса где бы он там не находился вот в принципе это в внутренний клиент и я могу в принципе создать ссылочку для этого core девайса чтобы она была внешняя зайти сюда дальше вот кстати работает сейчас два компонента можно кстати посмотреть здесь это у нас так как нам по-моему где-то в тегах было а вот end point я могу с менеджер сейчас end point как как у меня угодно как какой лучший принципе на текущий момент мне это не нужно но в целом для того чтобы там использовать какой-то сторонний клиент или клиенты или создать инфраструктуру чтобы у вас amazon отдавал куда-то потому что на основе данных которые по 5 все давать вам отдают вы можете там собрать еще доп сервисы какие-то вот в целом вот таким образом это работает сейчас можем еще раз проверить на том чтобы мы изменили что-то запутался и допустим можем вот компонент вы захотели какой-то новый компонент и имидж классификация нашим да все тоже делаем deployment сюда next вот те же компоненты все то же самое моих компонентов нет я ничего дополнительно оттачивать не буду выбираем наш флайт классификация конфигурация и здесь кстати видите дефолтная конфигурация и ревизия 2 потому что мы вторую мы сейчас делаем второй раз разворачиваем приложение одно и то же и он обнаружил что на текущий момент те же компонент уже на девайсе крутится поэтому мы не будем их использовать давайте допустим там из еще одного примера точно не помню но там по моему интервал тайм или кого так называется это все дела ага вот так вот называется и мы сейчас возьмем этот интервал тайм вот так вот поставим закон фильм вот и он говорит что мы выбрали вот текущую конфигурацию и она будет а это компоненты этой конфигурации то есть но в случае если вы что-то хотите заменить у вас здесь список компонентов будет больше допустим там либо он будет другим соответственно вас будут такие вот символы либо перечеркнуто будет та конфигурация которая заменяется либо она удалена скорее всего удалена будет нажимаем deploy и можем видеть что у нас вот начались там несколько сервисов запускаться в нескольких потоках это все работает можем сейчас тот же лог общий открыть посмотреть что здесь запускается и запустить лог конкретно тф классификацию по моему там где-то было вот соответственно переходим в тестирование очищаем здесь все и вот у нас появляются уже с гораздо гораздо быстрее это все потому что мой интервал изменили вот ну в целом так это работает и теперь самое интересное что вы можете подконнектить там 10 100 девайсов и собирать с них сту статистику которую ваше приложение будет управлять на эти девайсы и на этих девайсах она будет обрабатывать например у каждого каждой малинки либо джетсона на каждого девайса стоит камера в этой камеры что-то детектить и примеру там хотите собирать эту статистику и куда-то ее применять это все деплоится сразу же на все эти 10 или 100 девайсов и вы получаете эту информацию от каждого с девайса и вот штамп там на минование девайс то есть номер девайса откуда какое время было прибытие что за информация была с камера вы в принципе можете получать это все в ваш клиент петите либо другой сервис который вы настроите в гринграссе а это все возможно потому что все сервисы в принципе в амазоне максимально связаны и работа упрощена для этого вот принципе бегут каждый там 10 секунд у меня обновления идут но естественно там по моему сгружается одна картинка и мы видим сейчас практически одни и те же предикции вот классная штука и на этом фоне можно в компонентах что самое интересное еще создавать естественно свои лямбды я сейчас говорю о сервисе лямбда написать свой код в лямбде и компонент конкретный компонент как независимое приложение будет работать со всеми вашими кордевайсами поэтому это на самом деле очень очень круто что есть возможность использовать вот такой сервис для того чтобы вы массово могли разворачивать это все на на своих девайсах вот в целом это вот так таким образом выглядит можно можете поэкспериментировать там вот для гринграсс второй версии на документации есть несколько вариантов туториал сов можете почитать это все посмотреть как это будет работать в целом сервис классный гринграсс я его протестировал и первую версию вторую версию на джетсона на я его также тестировала джетсона там вообще классная штука есть может быть по джетсона на и по а в с аюте я отдельно сниму урок связанный с тем каким образом запускать приложение нативная на джетсона на nvidia вская допустим deepstream application и получает данные опять же в сервисы амазона самом деле это очень очень круто и это гораздо быстрее чем нам на тех же мальт на той же малинки крутится вот в целом это вот таким образом выглядит классный компания классные компоненты есть гринграсса уже готовы можете создавать свои тоже экспериментировать и деплоить и в целом сервисы амазона не такие страшные как кажутся всем спасибо был рад поделиться этой информацией буду очень рад новым подпискам комментариям и возможно какой-то доп информации от вас чтобы можно было еще показать и поделиться чем спасибо пока